Всем привет друзья, с вами снова Дэнни. И в этом ролике я расскажу вам про новое обновление Forza Horizon 4. Ну что, поехали? Первое, конечно же самое ожидаемое большинством игроков это остров Fortune Island. В первую очередь это конечно же сам остров, небольшой по размерам, но очень насыщенный. На самом деле здесь разработчикам я выражу свое уважение, остров получился очень красивым. Но останавливаться на этом я долго не буду, так как большинство игроков уже изъездило этот остров. С островом было добавлено 10 новых автомобилей, о которых я уже говорил ранее. Кстати три из них недоступны для покупки, если вы знаете почему, напишите пожалуйста в комментариях. На сам остров было добавлено 32 новых гоночных ивента и 25 новых испытаний. Также добавили новую историю Drift Club 2. Ну и самое интересное это загадки с сундуками. Суть заключается в том, чтобы разгадать загадку, после этого вам показывают координаты сундука. Сами загадки достаточно простые, взять определенную машину и сделать определенное действие. Здесь я попрошу вашего комментария, стоит ли записать гайд по этим загадкам. Также на острове вы найдете много новых стендов влияния и новой достопримечательности. Думаю с островом на этом все, давайте расскажу вам об остальных изменениях обновления. Изменился фоторедактор. Добавлено много новых настроек, но больше всего мне понравилась свободная камера. Камеру теперь можно отдалять на достаточно большое расстояние. В самих настройках добавили возможность отключения света фар, водителей, зрителей и существ. В принципе это расширяет возможность вариативности фотографии. Но черт возьми, объясните мне, что такое эффект боке. Сколько я не пытался его настроить, я так и не понял, что он меняет. Следующее, более подходящее к новогодним праздникам, это набор одежды. Целых 12 новых элементов одежды, среди которых новогодняя борода, новогодние костюмы, костюмы эльфов и сапоги. Выглядит довольно прикольно и позволяет погрузиться в предновогоднюю атмосферу. Ну а получить их можно в магазине фарзафоны за новые сезонные чемпионаты. Также в игру было добавлено новых 16 сезонных ивентов, 4 новых эксклюзивных автомобиля, 8 автомобилей для владельцев абонемента и куча ерунды типа гудков, быстрых сообщений в чат и новой одежды. В целом обновление получилось весьма емким и интересным. Ваши мысли мне интересно почитать в комментариях. Ну а я пошел изучать новый остров. Не забудь подписаться и поддержать меня лайком. Всем пока и до скорой встречи!